К взлёту готов. Британский аэропорт Хитроу будут расширять. После десятилетий дебатов парламент проголосовал за строительство новой взлётно-посадочной полосы. Почему это решение многим не по нраву и кто угрожает судами правительству, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Каждые 90 секунд гул самолёта разрывает небо. Аэропорт Хитроу расположен в густонаселённом районе. Вокруг живут около 800 тысяч человек. Я помню, как, будучи подростком, пыталась готовиться к экзаменам и ложиться пораньше. Но из-за постоянного шума самолётов у меня не было никаких шансов. Экологи предупреждают о росте не только уровня шума, но и загрязнения воздуха. После появления третьей полосы Хитроу будет выбрасывать в атмосферу столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. Политики волнуются из-за климатических изменений только на словах. На деле всё совершенно по-другому. Проект по расширению Хитроу полностью противоречит заявленной цели правительства сокращать выбросы в атмосферу. Впрочем, у правительства много аргументов в защиту строительства. Хитроу действительно отстаёт по сравнению с другими аэропортами. К примеру, в Амстердаме шесть полос, во Франкфурте и Париже по четыре. Так что расширение повысит конкурентноспособность аэропорта, а ещё поможет создать новые рабочие места и принесёт миллиарды в бюджет. Мы должны действовать сейчас. Хитроу уже давно не справляется с пассажиропотоком. И скоро его догонят и другие британские аэропорты. Поэтому расширение жизненно необходимо. Депутаты прислушались не к жителям и экологам, а к правительству. Проголосовали за расширение. Но не согласные отступать не собираются. Группа активистов пробралась в парламент и провела лежачий протест. Дескать, если придётся, точно так же лягут перед бульдозерами, прокладывающими новую полосу. Но не протестами едиными. Активисты уже готовят судебные иски против этого решения. Гринпису в 2010-м удалось через суд остановить расширение Хитру. Так что в ближайшее время ничего не поменяется. И в лучшем случае первые самолёты взлетят с новой полосы не раньше, чем через пять лет. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.